С вами Алексей, мы продолжаем цикл прогулки по Астане. Сегодня раннее воскресное утро, 8 часов утра. Поскольку воскресенье, день можно посвятить культурным мероприятиям. Например, посетить храм и по желанию прогуляться по рынкам и магазинам. Храм находится ближе к окраине города. Называется Свято-Серафимовский храм. Доехать сюда можно как на городском транспорте, так и на такси. Например, автобус 103, 46, 120, 126 и множество других маршрутов. Что меня удивило, что в воскресное утро в автобусах полно народу. Автобус ушел прямо перед носом и подождал я всего 10 минут. Народу же было вполне прилично. А выбрать правильный маршрут мне помогли Яндекс-карты. Я проезжаю мимо центрального рынка. Здесь у меня пересадка. Это центральный вещевой рынок. Если вам нужно закупиться пищевыми продуктами, то вы можете сделать это в центре магазина Магнум, который расположен чуть далее по шоссе Алаш, в северо-западном направлении. На центральном рынке останавливается масса автобусов. Нужный маршрут вы можете найти по Яндекс-картам. Я же на 41-м автобусе выдвигаюсь в сторону дома. Проезжаем по пути индустриальные районы. Едем по железнодорожной линии. Это был раньше старый мост, теперь его переделали в развязку. Классно, что многие остановочные парковочные комплексы отделены специальным заездом и не мешаются на дороге. Перевод и съезд во всей своей красе. Светокора, кстати, тоже оснащена здесь счетчиками времени, как и в Алматы. 26.35 Проезжаем по мосту Рихо-Эшим. Остановка Дом Министерств. Дом Министерств протянулся на 2 километра по длине вдоль проспекта Оренбург. Бизнес-центр Москва. Описаться на прием. Просто позвони по номеру 43-27-02. Центр Керуен. А это значит, что я уже дома. Остановка Жилой комплекс Намат. Побыв, отдохнув дома, мы отправились, решили прогуляться к речке Кышиму. Рядом с новым районом соседствует стройка и вполне новая аллейка. А с северо-запада, даже может быть с севера, нас нагоняет туман. Дом Министерств сияет солнечным закатом. Проходим мимо государственного эталона времени. Можем выставить часы. Дворец президента. Дворец президента поближе. А это театр. Очень необычная конструкция. Здание высшего суда. А вот это здание в виде фары, рядом с театром, это национальная библиотека. Так что архитектура здесь красивая, современная. Если кто любитель, то будет интересно. Сорока. Новости какие-то на хвосте принесла. Наверное, новости из правительства. Прямо на фоне, или может от президента, прямо на фоне дворца президента. А внутри президентского дворца караул ходит. Вот так гуляя, мы дошли к реке к воде. Местами на реке уже лежит лед. Набережная с зелеными газонами, но видно, что совсем мало посещается. Вот если бы через реку сделали мост к Дворцу Мира и Согласия, народу, думаю, на набережных было бы гораздо больше. Как интересно, пирамида отражается в воде. Опустился туман, но мы все же можем разглядеть два бизнес-центра. Москва, так что справа и Санкт-Петербург, то, что слева. Мы завершили все работы, освободились пораньше и решили прокатиться в Пирамиду и в Ханшатыр. Выбрать правильный автобусный маршрут нам помогла Яндекс.Карта. Дорога пролегает по пустынным районам. На улице стоит частый для этих дней туман и достаточно тяжело ориентироваться. Даже такой большой объект, как пирамиду, это пришлось поискать. Классный парчок соорудили около пирамиды. Подходим ближе, туман разъяснивается. И пирамида предстоит перед нами во всем своем величии. Много народа у входа, что-то не то. Надеюсь, нам дадут посмотреть внутри. Ну вот, по техническим причинам экскурсии отменены. Ну ладно. Ну ладно, хоть со стороны полюбовались, и то хорошо. Иностранцу и даже русскоязычному человеку не всегда удобно в Астане. Многие плакаты и вывески только на казахском. Мы же, тем не менее, едем в Ханшатыр. Едем, да не едем. Яндекс.Карта нас обманули на этот раз. 46-й автобус здесь не ходит. Придется нам до него пройти пешком километра полтора или километр. Хорошо, хоть есть вот такая еще схемка. Уже даже туман развеялся, а мы все еще вокруг пирамиды гуляем. Новое строящееся здание. 35 этажей. Это, конечно, круто для мягких грунтов. И, конечно, как и в любой другой стране СНГ, колоссальная проблема с туалетом. Подбери это и на дороге делай. Длительное ожидание автобуса. 20 минут по астанинским, в кавычках, пробкам в час пик. И мы у Ханшатыра. Вот таким образом Ханшатыр выглядит изнутри. Очень мощные опоры. Три штуки, которые держат, собственно говоря, весь шатер. Интересно реализована подсветка. Фонари освещают купол изнутри. О, аттракцион в действии. Сейчас вниз полетят. Детский парк очень приличный. Комната с привидениями. Некая комната страха. И так, Ханшатыр, еще одно место, где вы можете купить продукты по ценам супермаркета Грин. Что более-менее приемлемо. Выходим с Ханшатыра и двигаемся домой. А Яндекс.Карты подвели нас в очередной раз. Уже второй раз за сегодня. Оказывается, нельзя им слепо доверять. Оказалось, что 35-й автобус не останавливается непосредственно около Ханшатыра. Небольшая прогулка по воднозеленому бульвару, и мы дома. Сегодня у нас завершающий день сдачи работы. И пока мы ждем клиентов, мы решили погулять по окрестностям выставочного центра Турне. Мы внутри торгового центра Азиапарк. Очень красиво здесь сделаны корабли подвешены. Класс. Да, Азиапарк создает впечатление приятного и уютного торгового центра. Здесь и бутики связи, компьютерные магазины, Сбербанк, стенд электронного правительства. Здесь же вы можете купить продукты по ценам супермаркета Алма, приобрести различные сувениры, подарки, китайский чай и вообще много чего полезного и интересного. Есть здесь и кое-какие развлечения. Куча детской одежды и игрушек. Также вы можете пообедать в режиме фуршета в скайбаре. Будние дни с 12 до 3 дня. Покидаем Азиапарк и движемся на наш объект. Мы уже все сделали. Осталось только сдать работу заказчикам. Наша работа это стенд в компании Камея. А точнее малая. Компьютерная сеть СКС. Структурированная кабельная система. И система видеонаблюдения. Бросим взгляд на наш дом. На город. И будем собираться домой. Вот и Астанинский аэропорт. И аэропорт Алматы. Мы прилетели. Ура!